Давайте еще пару минут подождем, и уже, я думаю, будем начинать. Красота. Скажите, пожалуйста, есть ли среди присутствующих те, кто еще не заполнил анкету на участие в проекте? Если такие есть, поставьте в чат плюсик. Отлично. Ну, тогда я надеюсь, что для вас это тем более будет интересно послушать и услышать все ваши вопросы, которые у вас есть. Еще пару минут ждем или уже начинаем? Давайте начинать, можем потом запись предоставить. Я тоже так думаю. Хорошо. Тогда спасибо еще раз всем, кто подключился. Я смотрю, тоже наши участники проекта подключаются. Вот, и я немножко озвучу, как сегодня встреча наша будет происходить. В начале встречи Виктория Соломатина расскажет о проекте. Она является руководителем проекта ГИС и, собственно, нашим основным координатором этого проекта. После этого я расскажу тоже о CMC сертификации и CMC Ukraine. И после этого Эльвира Файзулина расскажет о нашем проекте, чуть-чуть описав наш компонент, в котором мы принимаем участие. Ну и, безусловно, мы оставляем после этого время для того, чтобы вы задали свои вопросы. К нам также подключаются другие участники нашего проекта. Они также представятся и пару минут о себе расскажут. Тогда я готова с радостью предоставить слово Виктории Соломатиной. Вот, и она расскажет о самом большом проекте, в котором мы сейчас с вами принимаем участие. Виктория, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие участники. Я хотела бы представиться. Я являюсь координатором проекта, в рамках которого происходит сегодняшняя встреча и поддержка обучения сертификации консультантов при Азове. Я координатор по микромалому и среднему бизнесу в рамках нашего проекта. Проект, как вы знаете, называется «Содействие улучшению экономического положения уязвимых групп населения в регионе Азовского моря». Сегодня на этой встрече присутствует также директор нашего проекта Дэвид Фюхтюхан. Но сегодня речь от организации GIZ держу я, главный спикер. В том случае, если будут какие-то вопросы к нам, тогда мы их зададим нашему руководителю. Я хотела бы рассказать о нашем проекте, пожалуй, вкратце, потому что у вас сегодня будет очень много информации важной, связанной непосредственно с тем, как податься на программу, какие ожидания и требования есть к участникам. Поэтому я в общих чертах обрисую наш проект. В целом он направлен на развитие бизнеса и экономики в регионе Азовского моря. То есть речь идет о юге Запорожской области, юге Донецкой области, включая такие населенные пункты, как Бердянск, Приморск, Акимовка, Токмак, Мелитополь, Мариуполь и близлежащие населенные пункты. Задача нашего проекта – это, скажем так, у проекта очень много задач. Он рассчитан на 4 года. То есть он начался в прошлом году и должен закончиться в 2024 году. За это время мы планируем очень разнообразными активностями поддержать экономику региона. И начнем мы, скажем так, с поддержки предпринимателей. То есть мы будем как мотивировать новых людей создавать бизнесы и будем обучать их, как это правильно делать. Будем поддерживать их при помощи тренингов. Мы будем поддерживать их при помощи мини-грантов на создание собственного бизнеса. Также мы планируем поддерживать уже существующих предпринимателей и предприятия. Также при помощи обучения, также при помощи грантовых программ. И в том числе при помощи консультаций. То есть бизнес-консультаций. И для того, чтобы поддержать вот таких участников нашего проекта или бенефициаров нашего проекта, то есть получателей блага нашего проекта, мы планируем создать сеть консультантов по развитию бизнеса, которая будет состоять из сертифицированных менеджмент-консультантов. Для этого мы обратились за помощью к организации ICMC Украин и планируем обучить 35 и сертифицировать 25 консультантов к концу этого года, началу следующего года. Но об этом более подробно расскажут мои коллеги. Также я хотела бы добавить по поводу нашего проекта, что также мы планируем работать с громадами, с муниципалитетами. Мы планируем развивать бизнес-навыки у молодежи в регионе Азовского моря. То есть проект очень масштабный, очень такой всеобъемлющий. Но непосредственно сотрудничество с бизнес-консультантами у нас планируется именно в рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса. И это будут как раз бенефициары проекта, которые получат какую-либо помощь от GIZ и в дальнейшем им нужна будет бизнес-поддержка консультантов. Поэтому среди тех консультантов, которые успешно пройдут сертификацию, у них будет возможность присоединиться к нашему проекту в качестве привлеченных экспертов. Вот. Пожалуй, у меня все. Спасибо, Виктория. Спасибо. Так, тогда, ну, в общем-то, следующее представлю я. Немного расскажу о проекте. Сначала представлюсь. Меня зовут Ольга Трохимова. Я президент CMC Ukraine с декабря прошлого года и уже 20 лет активный участник менеджмент-консалтингового движения в Украине. И с прошлого года я также возглавляю комитет по сертификации Глобальной ассоциации ICMCI, да, либо CMC Global. Собственно, которую мы вас всех и приглашаем. Потому что это действительно одно, один из результатов, достаточно значимых результатов после обучения пройти сертификацию CMC. Я сейчас продемонстрирую экран и покажу, собственно, вам эту страницу с CMC Global. Я также вышлю вам сейчас в чат ссылочку, и вы можете сами посмотреть, что это такое, на что вы подписываетесь, да. Итак, в двух словах буквально. То есть на сегодняшний день, как вы видите, в CMC Global более 64 200 индивидуальных консультантов, среди которых 8200 – это сертифицированные менеджмент-консультанты. На сегодняшний день данная сертификация является единственной в мире сертификацией менеджмент-консультантов. То есть никакой другой сертификации не существует. И, как вы видите, 51 институт – это 51 страна, вернее, стран гораздо больше. Для тех стран, которые не входят в CMC Global, сделали отдельный Global институт, куда, собственно, те страны, которые не имеют национального института, могут проходить сертификацию. То есть данная организация открытая. Но, безусловно, вам нужно сначала вступить в национальную ассоциацию, а именно CMC Ukraine. Что касается глобальной ассоциации и глобального комьюнити. То есть, как вы видите, действительно, в 1940-м организовалась первая национальная ассоциация, это были Нидерланды. И, собственно, в Украине первую сертификацию консультанта в 2012 году также проводил Нидерландский институт по менеджменту консалтингов. И я, например, тоже была одной из первых сертифицированных менеджмент-консультантов в Украине. Сама CMC Global, CMCI, была организована в 1989 году. И вот здесь основные цели, основные, скажем так, зачем предпосылки и основная миссия, зачем она существует, как вы видите, это, безусловно, международные стандарты, международное признание, безусловно, развитие членских институтов. То есть, как вы понимаете, действительно, страны-члены, я сейчас вам их покажу, они включаются в большинство, естественно, стран. И самое интересное, вот это всемирное признание получения CMC-сертификата позволит вам также быть частью этого глобального комьюнити, частью этой глобальной организации и, безусловно, частью, собственно, вот этого нетворкинга и даже частью вот этой вот базы данных, сертифицированных менеджмент-консультантов. На чем еще хотела бы остановиться? Безусловно, на определенных видений, миссий и ценностях, которые наша украинская CMC Ukraine полностью разделяет. И, безусловно, как вы видите, действительно, менеджмент-консалтинг на сегодняшний день рассматривается как некоторый барометр экономики, да, барометр развития экономики. И последнее, в общем-то, пересмотренное видение и миссия CMC Global на сегодняшний день гласит, что консультанты являются также драйверами как социального, так и экономического прогресса. Опять-таки, куда мы вас и приглашаем. Ну и, безусловно, для того, чтобы подтвердить, да, то есть для того, чтобы быть членом этого международного сообщества, да, международного комьюнити, для всех консультантов прежде всего существует некоторый кодекс этики. Он был пересмотрен в этом году. Как вы видите, последняя редакция, она уже доступна, она существует на сайте. И, действительно, это некоторый первый документ, с которым мы с вами также будем знакомиться, ну и которым мы с вами должны будем разделить, да, то есть которому мы должны также как бы согласиться с ним, что мы также будем выполнять нашу профессиональную деятельность в соответствии с данным кодексом. Ну и, безусловно, хотела остановиться на том, что есть сертифицированный менеджмент-консультант. Как вы видите, это также описание есть на самом сайте. На самом деле, самих, как бы, аккредитаций, да, вернее, сертификаций несколько. То есть есть сертификация индивидуального менеджмент-консультанта, о которой мы с вами говорим. Есть также сертификация, как вы видите, и компании, и академическая, да, то есть профессуры, так сказать, на эту тему и так далее. Но мы сейчас с вами говорим, действительно, о сертифицированном менеджмент-консультанте. На сегодняшний день это всемирный бренд, всемирно признанный бренд. И вот этот вот знак CMC, это действительно знак некоторого отличия менеджмент-консультанта высокого уровня. Еще раз повторяю, куда мы вас и приглашаем. Безусловно, если есть такой знак отличия, безусловно, есть сам стандарт, некоторые правила, некоторый перечень компетенций, которыми должен обладать данный консультант. И, конечно же, именно этому мы будем уделять внимание во время наших тренинговых сессий, которые планируются во время проекта. Чуть-чуть подробнее о проекте, безусловно, расскажет Эльвира. Что касается членов самого CMC Global, как вы видите, здесь, собственно, перечень всех институтов есть. И один из них, мы с гордостью можем сказать, это действительно наш украинский CMC Ukraine. Поверьте, путь к этому получению данной аккредитации, получение данного признания был достаточно длинный. И, как вы понимаете, в Украине мы единственный институт, который представляет данную организацию, является полноправным его членом. То есть в данном случае нет других, ну и, безусловно, не будет, потому что в этом есть также понимание и подход всемирной ассоциации, всемирной этой организации. Приглашаю вас также на наш сайт, если вы на нем еще не были, CMC Ukraine. Вы также можете на нем ознакомиться, собственно, о том, что из себя представляет наша организация. Также на нашем сайте существует закладочка, как вы видите, сертификация CMC, где вкратце написаны некоторые этапы, как это должно происходить. Вы попали действительно в некоторую привилегированную ситуацию, и для вас тренинговая составляющая будет достаточно длительная. Как вы знаете, она будет состоять из шести модулей. И во время этих модулей мы вас и будем как бы ознакомливать, подготавливать и улучшать, потому что, безусловно, сами входящие критерии достаточно высокие, но улучшать и к уровню CMC продвигать. Хотела также остановиться еще на том, что во время прохождения обучения вы также пройдете обучение и по самому стандарту ISO 2700, который разработан в 2017 году организацией CMC Global, частью которой мы являемся. И вот данный стандарт по консалтингу, он также будет рассмотрен на нашем тренинге, и после того, как вы пройдете данный курс, вы попадаете в перечень не просто аккредитованных ассоциаций, как вы видите, Украина здесь также находится, но и в перечень тех консультантов, которые прошли данный тренинг. То есть благодаря вот этому всемирному признанию вы попадаете во все всемирные базы, которых, собственно, кто проходил данные обучения. Ну, на этом общее, скажем так, вступление, безусловно, более подробно мы будем рассказывать на наших тренинговых модулях. Но вот именно общий, скажем так, знаете, предвосхитив все ваши будущие вопросы, что же это за сертификация, я могу однозначно сказать, что это однозначно знак отличия, известный во всех странах, который помогает сотрудничать с консультантами других стран, находить партнеров с консультантов в других странах, ну и, безусловно, как бы поддерживать и развивать свой профессионализм и в нашей стране. Потому что я полностью уверена, что развивая консалтинг в Украине, мы также развиваем бизнес в Украине и наше общество. Спасибо. Я передаю слово Эльвире, чтобы у нас потом еще остались время на вопросы. Эльвира, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, коллеги. Хочу вам по-хорошему завидовать, потому что для меня вот этот проект, мне кажется, такой для кого-то может быть просто подарком судьбы. Потому что, во-первых, это наиболее масштабное обучение коллег, консультантов, именно менеджмент консультантов. Причем оно покрывает не только обучение, но поддерживает вас в самой дорогой части этого процесса, которая касается сертификационного процесса. Она очень недешевая. И, кроме того, еще и помогает вам найти применение, найти кейсы. То, как будет устроена сама программа, что включается в тот пакет, который закладывала в идею проекта организация GIZ, я сейчас вам покажу на примере нашего сайта. Просто будем двигаться по сайту, и я буду пояснять то, что там написано. Так будет. Просю. Видно вам? Да? Видно мой экран? Отлично. Значит, мы продлили прием заявок, у нас был до 20-го, мы продлили до 28-го, потому что у нас достаточно жесткие условия отбора, и мы хотим все-таки обеспечить конкуренцию между участниками. Поэтому есть еще 8 дней. Про проект основные, основную тему вы, наверное, уже прочли. Я остановлюсь на том, как это будет организовано, потому что проект длительный, включает очень много активности, чтобы у вас было лучшее представление. Вот сначала обопремся на дорожную карту. Сейчас у нас идет, видите, отбор консультантов для участия в программе. Параллельно начинается процесс, когда консультанты, которых уже утвердили, с ними будут связываться для собеседования. Мы должны будем обязательно поговорить со всеми участниками для того, чтобы получить рекомендацию от коллег. То есть наши коллеги должны будут вас порекомендовать. Следующий этап, он уже близко. Мы начинаем обучение в июне месяце, седьмого числа. Посмотрите, вот как длительно идет шесть модулей. Они рассчитаны, практически каждый месяц будет по одному модулю. В зависимости от содержания, модуль самый большой, пять, рассчитан на пять полных дней. В связи с тем, что мы будем работать в онлайн, мы все, и вы тоже, и мы столкнулись с тем, что сидеть целый день у экрана чрезвычайно сложно, поэтому обучение будет вестись по полдня. Единственный у нас с вами выходной месяц будет август, в котором не предусмотрено никакого обучения. А так обучение будет практически до, включая ноябрь. Параллельно у вас будет необходимость, и это часть нашего сертификационного процесса. Мы оцениваем незнание, мы оцениваем опыт консультантов, когда идет сертификационная защита. Поэтому уже в процессе обучения вы будете работать с бизнесом, вы будете вести консультационные проекты и писать кейсы. Кейс – это законченная консультационная работа, описанная в таких терминах, которые будут понятны коллегам. Как вы выполняли свою работу, какой результат, какую пользу для клиентской организации, благодаря вашему вмешательству, получил клиент. Вы видите длительность, практически 8 месяцев. И там будет большая работа ваша и большая наша поддержка. То, что зависит от вас, это поиск клиентов. Где-то мы будем помогать, и проект будет помогать на местах находить заинтересованных. И мы через бизнес-сообщество будем рекомендовать вас для того, чтобы вас взяли на работу. Работа такая, поскольку это еще не самостоятельная ваша работа, если вы найдете клиента самостоятельно и договоритесь о цене, это замечательно. Если у вас не будет страх продавать, и вы готовы будете в тестовом режиме что-то вроде практики проходить, мы будем говорить клиентам, что они получат такую, скажем, с большой скидкой услугу. Я думаю, что такая коллаборация будет на пользу всем, и у вас будет больше возможности получить эти кейсы. Со стороны консультантов, со стороны проекта у вас будут назначены наставники. Это люди из тренеров и люди из профессионального сообщества, кто будут помогать вам в сложных ситуациях с вашими реальными кейсами. С одной стороны делать то, что вы по контракту взяли на себя, подстраховываться, вы сможете с ними советоваться. И с другой стороны они помогут вам это все, подскажут, как подать в кейсе, как описать эту работу, чтобы она была принята для сертификационного процесса. У нас предусмотрено два этапа CMC-сертификации. 25 человек сертифицируются, это длительно, и это даже все эти защиты выслушать будет сложно. Кроме того, я понимаю, что в первую группу, наверное, не будут готовы все 100% участников, и мы ожидаем, что у нас будет первая готовность, это более сильные люди, у которых уже есть кейсы, и которым нужно оформиться и поддаться, и они пройдут первую сертификацию в сентябре. Вторая группа, для второй группы, для тех, кто будет по ходу, по сути, писать свою историю консалтинга, второе окно сертификации, это февраль следующего года. Вся процедура, которая ждет вас, она такая включает, как все такие серьезные сертификации, она алгоритмична, в ней есть этапы, через которые нельзя перепрыгнуть, но она есть на нашем сайте, на сайте проекта, вот здесь вы видите тоже, она активная гиперссылка, вы можете перескочить и увидеть то, что показывала Ольга, у нас на сайте эта процедура описана. Она будет вам доступна, я сейчас не вижу необходимости ее рассматривать, просто мы вас точно по ней проведем за ручку. Вот это про нашу сейчас встречу, вот программа. Здесь вы можете увидеть совершенно конкретные даты, мы их не планируем переносить. Каждый модуль по датам четко зафиксирован. Содержание, то, что будет включаться в каждый модуль, может незначительно измениться, но в принципе в рамках этого направления будет развиваться программа. Вы видите вот даты сертификации первой группы. Первые три модуля являются обязательными для всех, это база, это про компетенции, про основные подходы, то, как во всем мире консультанты осуществляют свою практику. Между ними вы можете уже находить клиентов, начинать работу, вам будут назначены менторы, наставники, с которыми вы сразу сможете обсуждать все вопросы персональные. Вот у нас первая CMC сертификация и оставшиеся три модуля. Вы видите их, и в принципе по ним можете задавать вопросы. коллеги наши, которые будут задействованы в проекте, перечислены здесь. У нас может быть еще пополнение кого-то, но в принципе это основные люди, которые в общем будут подставлять вам плечо, голову свою, советы и даже сердце. Я думаю, что, наверное, мне можно закончить. Если сейчас вот по этой части нет вопросов, или мы вопросы потом уже будем задавать, Ольга? Я думаю, что как раз завершите, и будем уже все вопросы задавать. Вы же уже все рассказали, Вера. Да, основное все здесь есть. Вот что я еще хочу сказать о части Ольга говорила про, не буду возвращаться про сообщество, про наше. Вот, но то, что касается проектов для бизнеса. Мы собираемся через этот сайт сделать возможным зарегистрироваться бизнесу со своими заявками, предложениями для консультантов. У вас будет возможность выбирать с учетом вашей специализации и, ну, кроме того, конечно, вы лучше знаете клиентуру на местах, будете активно продвигаться, и менторы будут вам помогать, дотачивать предложения так, чтобы вы быстрее нашли заказ. Все, я думаю, что достаточно. Спасибо, Эльвира. У кого есть вопросы, закрывай демонстрацию экрана. Вот, и мы готовы ответить на ваши вопросы. Включайте микрофон. Да, пожалуйста, Людмила. Добрый день или уже вечер. У меня два вопроса. Первый вопрос. Сказали, что мы будем в какое-то время суток. Не сказали, когда это с утра или же это вечером. Ну, и по продолжительности. Это первый вопрос. И второй вопрос. Это когда зарегистрируют бизнесмена, мы можем выбирать. Да, Эльвира сказала. Но там ведь мы тоже можем своих предлагать каких-то. Да, когда все. Ну, здесь понятно. По первому вопросу, пожалуйста. По первому вопросу давайте я отвечу. Да, я знаю, кто, пожалуйста. У вас будет возможность для себя, исходя из вашей загрузки, выбрать первую или вторую половину дня. Но вы должны ее для себя зафиксировать жестко. То есть ваша группа будет или утренняя до обеда, или вечерняя после обеда. Три с половиной часа. Ну, вот в таком учебном режиме, когда мы занимаемся, вы будете включаться, будете работать. И там, поскольку это проект, как сказать, он за вас, все финансовые издержки несет, поэтому мы будем фиксировать, кто приходит на занятия. Вопрос от Ольги Корец. Сколько кейсов, консультаций нужно провести? Минимум. Извините, не работает микрофон. Требование по сертификационной процедуре, что у вас должно быть не менее трех кейсов и, соответственно, не менее трех отзывов клиента. То есть это абсолютный, скажем так, минимум, который должен быть. То есть это не отдельные консультации, это консалтинговые проекты. Если еще вопросы зреют, я хотела бы также... Да, Ольга, добрый день. Эльвира, добрый день. Хотел уточнить, эти проекты должны быть непосредственно на сертификацию или к моменту нашей регистрации в эту программу? На сертификацию. Именно по этим обусловлено два срока. Один в сентябре, второй в феврале. Те, кто до сентября не успеют, то, соответственно, есть шансы, чтобы получить их и осуществить до феврала. Но, безусловно, 20-й сентября тоже должен быть. Я понял. Тогда маленькое уточнение. Это должны быть проекты, которые реализованы в период обучения, либо у меня уже просто есть ряд действующих, ну, скажем так, уже реализованных проектов, и, в принципе, мне достаточно просто позвонить, люди дают рекомендательные письма, я, в принципе, могу выходить. Ничего себе писать. Абсолютно верно. То есть, в данном случае мы рассматриваем, что вы уже приходите с готовыми кейсами. Но в процессе обучения, в процессе подготовки мы можем еще один кейс взять и с вами, скажем так, с огромным удовольствием. Да, потому что у нас, Эльвира говорила об этом, что у нас между тренинговыми модулями есть часы для того, чтобы, собственно, ваши проекты сопровождать. Я думаю, вам это будет полезно. С огромным удовольствием, тем более с помощью ваших коллег, я думаю, это будет замечательно. Спасибо огромное. Спасибо, Сергей, за вопрос. У Ольги также был вопрос в чате по поводу, в какой форме будет проходить сертификация. Если имеется в виду онлайн или офлайн, у нас все обучение будет проходить онлайн. Пока мы не понимаем и не рассматриваем варианты офлайна, возможно, они будут, возможно, Виктория добавит на эту тему, но, в принципе, последняя сертификация, которая у нас была, как вы понимаете, наша организация регулярно проводит эту сертификацию, была онлайн. Это были презентации онлайн, и это публичная защита. Все могут задавать вопросы, и асессоры, естественно, компетентные принимают решения о защите, о принятии. Я немножко добавлю по процедуре защиты. Это, скажем так, то, что наработала Всемирная ассоциация, что процесс защиты должен быть не между собой, такой, знаете, не как у нас часто бывает, когда награды раздают, договорились и вручили. Это открытый процесс, процедура. О том, что будет защита, будет известно всем, в интернете мы рассылаем достаточно широко. Будет трансляция. Каждый консультант, ему предоставляется там порядка получаса на всю процедуру. Он выходит с кейсом, его представляет, рассказывает про его жизненный путь, опыт, зачитывает его анкету. Потом он рассказывает о своем проекте. Клиента можно не называть. Ну, называется как специализация клиента, масштаб его, и рассказывается его тактико-технические показатели, отрасль и какие-то такие характерные вещи с точки зрения менеджмента. Дальше человек рассказывает о том, в какой ситуации он начал работу с клиентом, как складывался его контрактный процесс, как был устроен консультационный проект, какие сложности вызывались, с какими сложностями он столкнулся, что в итоге получилось, как оценивает работу клиент, этические вопросы. И, в общем, это очень интересно всегда, потому что рассказывается не только то, что хорошо было, но и то, что было иногда не очень хорошо, чтобы другие были предупреждены, что бывает так. Потом оценивают жюри, и у нас есть асессоры, которые имеют подготовку специальную для того, чтобы это было объективно, чтобы это было профессионально, и в итоге оценивают. Если консультанта оценили по проходному уровню, то его защита признается успешной. И вообще раньше, как это происходило, онлайн у нас как это вынужденный формат. Обычно мы защиты приурочиваем к конференции. И на конференции вручается то, что отличает консультанта. Это сертификат. Но то, как узнают друг друга люди на улице или там в профессиональной среде, это значок. Ольга показывала вам значок синего цвета. В мире я видела на живых людях два цвета. Золотой значок. У вас будет золотой. Тот, который будет вручаться тем, кто успешно пройдет программу. И видела еще платинового цвета, то есть серебристый такой значок. И после этого человек вносится в нашу базу данных. Его фотография и фамилия висит на сайте ассоциации. Информация о нем поступает в Международную ассоциацию. И что важно, сертификационный процесс, он, вы видите, такой достаточно длинный. Но для того, чтобы оставаться в строю, консультант должен раз в три года проходить ресертификацию. Вот я CMC, сертифицированный консультант по управлению, с 2006 года. И у меня будет уже четвертая ресертификация в этом году. 3-4 июня у нас будет конференция и одновременно сертификация. Тем, кому интересно посмотреть, как выглядит сертификационный процесс, подключайтесь, следите за новостями на нашей странице. Вот я конкретно живой человек. Я точно так же, как и вы, буду волноваться. Я сейчас пишу кейсы, со своими клиентами оформляю рекомендации, потому что, знаете, в этой профессии нельзя, как это, с медалью ходить по рынку, потому что каждый раз клиент бьет по лицу. Поэтому надо оставаться в тонусе, нужно постоянно развиваться. И каждый раз это так волнительная процедура. Я хочу вас предупредить, что это длинный процесс. Для тех, кто пришел в эту профессию осознанно, это такое постоянное ревью себя, переоценка. И всегда это интересно. Мы также можем, на самом деле, задать вопросы к участникам нашего проекта, к тренерам и менторам нашего проекта, которые тоже в декабре проходили сертификацию онлайн CMC. Мы очень горды нашей командой, потому что среди нас, и, в общем-то, они сейчас даже среди нас, есть победители всемирной награды по менеджмент-консалтингу Константина Севард и BRD Габриэль Салем, также всемирной награды, которые победители, лауреаты и победители этой награды 2019 года сейчас вместе с нами. И тоже как бы в прошлом году прошли сертификацию CMC. Я, наверное, дам слово и Ине, и Наталье буквально на минутку. Представьтесь, пожалуйста, и ваши впечатления от CMC сертификации, которую вы проходили онлайн. И нам, пожалуйста, вам слово. Добрый день, коллеги. Меня зовут Инна Шинкаренко. Я сертификованный консультант управления. Моя специализация стратегической коммуникации, репутаційный менеджмент. И я засновник и керуючий партнер агентства стратегических вишенческих стратегий. Я единую украинскую компанию, я, как я сказала, Ольга, отримал найвищу в світі нагороду в сфері консалтингу Константину Севорд від Міжнародной організації CMC Global. Я була координатором проектов Міністерства соціальної політики Цитового банка «Рука допомоги», який визнаний Міжнародной організаціей CMC Global одним із найкращих у світі. І разом зі мною є тренером Наталка Понанович, яка також була координатором з навчанням в цьому проєкті, вона також візьме слово. Я хочу сказати про те, що ми з командою навчили, допомогли стати підприємцями, полишнім безробітним, але забезпеченим в цьому проєкті «Рука допомоги». Більшість з них працюють сьогодні успішно, і зміни, які сталися з тими людьми, всі їм просто вражають. Тому мене надихає проєкт, який спрямований на розвиток економіки підприємництва, в якому будуть працювати консультанти при Азов'я. І я хочу сказати про те, що Ніянні, Наталка, коли ми реалізовували такий інноваційний, реформаторський проєкт, не були ще консультантами CMC. І я вважаю, що коли ми стали консультантами CMC, ми навчилися більш системно працювати. І ми готові поділитися своїм досвідом, своїми знаннями, і допомогти вам реалізувати найкращий такий проєкт. Дякую. Наталка, тобі слово. Дякую Інна. Інна також з Наталією будуть і тренерами, і менторами в нашій програмі, тому вам щастливилось послушать їх і вместе з ними осуществлять свої проєкти. І Наталія, пажаліста, також вам слово, представьтесь і розкажіть, що для вас CMC. І вам слово. Дякую. Доброго дня усім. Я також CMC з грудня місяця цього року. Партнерка і друг Інни Шинкаренко. І що хочу сказати, панове, для себе в житті не бачу нічого більш цінного, ніж досвід. Особливо досвід в реальному секторі економіки. І якщо говорити про мою процедуру сертифікації, то основну цінність, яку я отримала для себе, це сама підготовка. Ви не виявляєте, яка хороша річ зробити, бути частиною проєкту, який отримав найвищу нагороду, а потім дати собі ще одну нагороду, знаєте, от самому собі, як консультанту, за те, що змогла систематизуватися, довести своїм колегам, знаним фаховим людям, те, що в цьому проєкті була саме консалтингова складова і в чому полягала її цінність. І якщо говорити лаконічно, для мене це був челлендж, так само, як і для Інни. Тому що наші наставники і наша команда, яка нас оцінювала, наші колеги, навіть приблизно не уявляють, що з нами відбувалося за кулісами підготовки. Ми велику частину своїх проєктів просто пережили заново. З одного, по формату, який диктує ІСО, і який вимагає процедура сертифікації, ви знаєте, ми б багато речей просто не ризикнули піти. По тій причині, що у нас не було наставників, у вас вони будуть. З іншого боку, для нас це була хороша нагода похвалити себе, бо ти завдяки цій процедурі бачиш оту частину роботи саме консалтинговою, яку інколи не бачить навіть твій замовник. Ця процедура допомагає витягнути те, що можна в собі відмідувати результат, і це обов'язково те, що дає можливість побачити свої зони росту. Обов'язково. І от, знаєте, досвід. Цей проєкт для нас можливість, знову ж таки, разом будувати, разом з колегами, яких ми цінуємо, поважаємо, разом з вами будувати хороший досвід. От наше, знаєте, наше кредо з Іною, створювати успішний досвід в Україні. От робити щось таке маленьке, що від тебе залежить, для того, щоб люди не казали, що десь там краще жити, а щоб люди хотіли працювати вдома. Дякую. Супер, Наталя, дуже дякую. Є ще у нас вопросы среди участників. Задавайте. Я відвечу на вопрос Ольги тут. Якщо консультант заключає контракт с клиентом, він має бути фізвітом-предприємателем чи яку-то юридичну форму він буде мати. Смотрите, я понимаю, що участь наших слушателей не буде ще й юридичного лиця. Що важливо? Важно, щоб у вас був договор з клиентом. Будете ви оформлені там, як чоловік, який трудиться по прямому, як це называется, цивилизатурного року, да? Я на самом деле в чате ответила, що дійсно може бути фізичним лицом, юридичним лицом, або ви можете бути членом команди. Як вот пример Наталії і Інни, вони в одній команде, вони в одній компанії, і безусловно, ви ходили як би з цим кейсом. То есть в данном случае… Я другое хотела сказати про те, що у вас с клиентом должен быть договор. Тобто консалтинг без договора с клиентом не считається. І тому треба доводити договоренность і обіцяне, щоб не работать за еду. Нужно обязательно заключати договор. Ну і більше того, безусловно, десь відзів від клієнта. Тобто відзів – це теж один із обязательних пунктів, які должны бути при сертифікації. Так, хорошо, спасибо. І ще які є в нас випадки? Так, середі участників, які ще сомневаються, що вони попали на таку замечальну програму. Так, я ще хочу дати слово. Ігорію, Вероніка. Давай, давайте. Вероніка, подивися. Шановні колеги, я вас вітаю і заздрюю. Тому що колись дуже-дуже давно мій шлях консалтинг прилягав через можливість отримати досвід співпраці великої міжнародної компанії, де з 60 членів команди всього 15 було українців, всі інші іноземці, проте ми навчалися в полях. І сьогодні, коли я вже очолюю інститут управлінського консультування, коли маю велику практику, як і Львіра сказала, що ви грудні будете проходити третю ресертифікацію, розумію, що кожного разу ми перед клієнтом здаємо іспит. І якщо б у нас у кожного завжди був такий можливість менторського супроводу, дуже багато моментів ми б не мали таких ризиків, які завжди бувають в наших проєктах. Отже, мені здається, що ключовим нашим завданням створення спільноти – це збагачення досвіду один одного. Це надзвичайна можливість спілкуватися з професійними людьми, які тебе мотивують для подальшого розвитку. І мені здається, що це ключове, що ми сьогодні пропонуємо вам, не лише навчання, а саме робота з колегами, які розвиваються самі, розвивають свої продукти, розвивають клієнтів і розвивають професію. Велкам! Ми будемо дуже раді з вами спілкуватися, продовжувати і розвивати економіку України. Дякую, Вероніка. Це величай честь, що ми в одній команде. Ігор, вам слово. День доброго, колеги. Мене звуть Ігор Сокуленко, консультант по управлению. Прохожу зараз, по-моєму, вже п'яту рецертифікацію, якщо я не зрозумію, дуже давно в професії. Хочу сказати, що кожен із нас має свій собственный путь входу в цю професію. Хтось зашов сюди з крупної компанії, має опит підсматривання того, як працювали колеги в крупних компаніях. Хтось зробив себе на коленці, то есть вышло з какой-то спеціальності, рішов, що пора кого-то учити теж. І почав це робити самостоятельно. В будь-вому, ассоція – це то місце, де можна, по-перше, а, посмотри стандарти і образці роботи аналогичними інструментами, в вашій спеціалізації. Як це роблять ваше колеги, які інструменты вони використують, які результати получають. І такого опыта ви більше нигде не получите. Нигде його не услышите, у вас не буде другого міста просто позвонити колеги і спросити, «Слушай, як ти це робиш?» «У мене такий заказ, і я вперві раз в цьому проєкту. Як це можна робити?» «Как ти це робиш?» І якщо в вашому окруженні появляється експерт, у якого цей інструмент заточен дуже професіонально, це дуже багато підспорює. Впочатку, що його можна просто позвати в проєкт і сказати, «А ну-ка, покажемо мастер-клас!» І спроїти, «А як ти це робиш?» «Дай подсмотрюю!» І в принципі, всі ми в нашій ассоціях наші открыті. Ну, то есть, ми говоримо, «Окей, слушай, я це роблю вот так, вот так, вот так». І вот це сообщество – це дуже серйозне місце збора і обогащення компетенціями, котрими консультантами работають зі своїми клієнтами. І я, наприклад, більше всього мені подобається ассоція «Имі на це». Це місце, де я можу сверяти свої діести з дістами лучших експертів, на которых я знаю, на которых я рівняюсь. Іменно в той отрасли і в тому інструменті, про який я щас говорю. Це раз. Ну, і, во-вторых, це місце проферіонального общення. Ну, як, знаєте, «Ичара» збираються на своїй тусовці, там, є клубы, там, предпринимателі і так далі. А ми самі з вами, вроде, собираємо клубы у себе в регіонах і на містах, да? А вот клуба, який би обінял нас с нашими болями, с нашими, там, мыслями, ну і так далі, этот клуб, вот, і є, це ассоціація наша, да? І, де, дійсно, тепло, де всегда можна служити підтримку, можна поделиться больним, а можна просто переться там на плечо товарища і, ну, хороше провести время, просто релаксувати де-то. Поэтому, ну, милости просим, мне кажется, что это очень... Это хороший дом, хорошая семья. Приглашаю. Спасибо, Игорь. Я так же хочу добавить, что, действительно, с 2021 года мы немножко сейчас перейдем на следующий уровень развития нашей ассоціации. И кроме того, что у нас мы открыты друг другу, да, и открыты нашему внешнему сообществу, то, безусловно, мы и стараемся теперь оказывать некоторые сервисы внутри ассоциации. У нас начали функционировать семь комитетов внутри ассоциации. И на сегодняшний день мы уже, как бы, провели несколько вебинаров. Может быть, вы знаете, в начале года мы проводили вебинары совместно с ЕБРР и Мирыжой. Вот. И также проводили тренинги по стандарту, единственному стандарту по менеджмент консалтингу это ИСО 2700. И вот сейчас мы начинаем этот проект. То есть, более того, вот, еще раз повторяю, сейчас у нас планируются сервисы внутри для наших членов, как некоторое и база знаний, и профессиональное развитие, и даже помощь в маркетинге, да, в диджитал маркетинге и других инструментах. То есть наше сообщество действительно ориентировано на развитие менеджмент-консультантов Украины, которые будут помогать, безусловно, о развитии бизнеса Украины. Так, спасибо. У нас еще есть вопросы в чате по поводу ориентации на регион и по поводу географии. Действительно, у нас есть однозначный критерий в том, чтобы сами консультанты, участники нашего проекта, да, были из южных, юга Донецкой и Запорожской областей, безусловно, те, которые в территории Украины. И понятно почему. Потому что, собственно, дальнейшая наша задача не просто вам дать такой замечательный подарок, обучить и довести до сертификации. Наша задача действительно подготовить вас к работе по дальнейшим компонентам большого проекта, который осуществляется ГИС. И это дальнейшие компоненты будут именно в этих регионах. Достаточно сложно осуществлять проекты, находясь в Киеве, Харькове, Днепропетровске и других городах, когда, собственно, сама работа будет проходить при Азове. Именно поэтому один из основных критериев, что консультанты должны быть из этого региона. Что касается кейсов, которые вы будете выносить на сертификацию, безусловно, вы можете выносить кейсы с любого региона, либо любой страны. Я, например, выносила кейс, это из Казахстана, да, то есть в данном случае нет, у нас этого ограничения нет. Но территориальная привязка консультантов для нас действительно является критерием при выборе консультантов. Для тех консультантов, которые не смогут принять участие в данном проекте, мы в сентябре уже как бы обозначены даты проведения тренинга по стандарту ISO 2700. И я думаю, к концу года уже будет сформирована программа для школы менеджмент консультантов, которая будет открыта, безусловно, для всех консультантов Украины. То есть поэтому мы в любом случае вам рады. Вебинары, которые мы сейчас проводим, они бесплатные и для всех консультантов, и мы вас также приглашаем. Все здесь присутствующие, безусловно, попали к нам в рассылку. Мы регулярно будем также предоставлять некоторые newsletter, да, некоторые дайджесты, которые мы планируем также как бы выпускать по менеджмент консалтингу в Украине. Ну и, конечно же, мы хотим вас пригласить на конференцию, которая у нас произойдет 3-4 июня. На этой конференции мы, можно сказать, еще и будем официально уже подводить все итоги. К этому времени у нас точно будут озвучены все участники проекта, но мы приглашаем всех. На нашей конференции будут гости и кейс-спикеры, будет также президент ICMCI со вступительной речью, будет глава комитета по стандартизации, Ник Варн из Великобритании, и будет также Джо Фукуяма из Японии, который также будет выступать с докладом. То есть программа конференции, я думаю, также будет разуслана вам в ближайшее время. И мы вас приглашаем. Тема конференции очень интересная. Это Global Reset in Management Consulting. И действительно будут интересные доклады. И все welcome. Всем добро пожаловать. И, безусловно, те, кто находятся на территории Запорожья, Юго-Запорожья и Донецкой области, мы также вас приглашаем в проект. Те, кто на сегодняшний день переехали в другие области, мы, как вы понимаете, вы отказ не получили. И мы очень будем рады, если вы вернетесь в свои родные регионы и будете активными участниками нашего проекта и также последующих компонентов проекта ГИС. Какие еще у нас есть вопросы? Может быть, пожелания? Может быть, Виктория хочет добавить что-нибудь? Я хотела бы добавить только по поводу вопроса о сертификации, будет ли проходить это в онлайн или в оффлайн. Я могла бы добавить только то, что мы очень зависим от того, какая обстановка у нас в стране и какие карантинные правила действуют. Поэтому, действительно, к сожалению, предугадывать ничего мы не можем в данный момент. Поэтому будем смотреть на ситуацию. Конечно, было бы приятно встретиться лично и познакомиться лично со всеми консультантами, которые будут у нас проходить сертификацию. Надеемся на лучшее, скажем так. В любом случае, следующая конференция, которая будет 10 декабря 2021 года, у нас будет оффлайн. И мы вас всех приглашаем. Я очень надеюсь, что следующей волны коронавируса не будет. И у нас будет возможность действительно лично со всеми познакомиться. Спасибо большое. Я так понимаю, всем огромное спасибо, что вы присоединились. Я также еще хочу добавить, мы очень, нам все те, кто подали анкеты, очень сильные кандидаты. И нам очень нравятся как бы те, кто к нам подался. Если у вас есть еще ваши коллеги, в данном случае конкуренции я не вижу. Мы приглашаем всех. Поэтому мы будем также признательны, если вы распространите среди коллег таких же сильных, таких же талантливых и профессиональных, как вы. Спасибо вам большое за ваше время. Спасибо большое за ваше участие. Мы очень старались ответить на ваши вопросы, ну и либо рассказать вам информацию, предвосхитив ваши будущие вопросы. Я так понимаю, те, которые еще не подали анкеты, готовы уже подавать анкету? Поставьте в чат свой плюсик. Еще раз спасибо вам большое за участие. Ну и, конечно же, еще раз, пожалуйста, распространите эту информацию среди коллег, потому что это действительно достаточно уникальный случай для нашей страны. Это первый случай, когда донорский проект поддерживает сертификацию CMC. и мы очень-очень рады, что в Украине это тоже произошло, как это происходит регулярно в других странах. Спасибо вам большое за внимание. Всем хорошего вечера и добро пожаловать на наш проект. Спасибо.